Это Невское утро на телеканале 100 ТВ. Спасибо, что встречаете новый день вместе с нами. У нас на очереди автомобильная рубрика для всех, кто ценит комфортную и быструю езду. Компания McLaren удивила своих поклонников. Британцы представили необычную заряженную двухдверку 650S Project Kilo. Крыша, часть обвеса, накладки на пороги и корпуса зеркал у нового автомобиля выполнены из карбона. Под капотом стоит трехлитровый V8, который в паре с автоматом выдает 650 лошадиных сил. До сотни машина разгоняется почти за три секунды. Швейцарский летчик и чудак Ифросси по прозвищу «Летающий человек» снова отправился покорять небо своим изобретением – реактивным ранцем. Правда, на этот раз в эксперименте принимал участие спортивный самолет, за штурвалом которого находился профессиональный летчик-трюкач. Напомним, Ифросси известен тем, что в своем фантастическом ранце смог обогнать раллийную «Шкоду» и перелетел Ла-Манш. В сети появились первые фотографии нового Ford Focus RS, премьера которого пройдет в ближайшее время. Свой мотор EcoBoost объемом 2,3 литра он получил от Ford Mustang. До первой сотни хэтчбэк разгоняется всего за пять секунд. Теперь осталось дождаться официальной презентации. Подвеска – важнейший элемент автомобиля, который связан и с комфортом, и с управлением, и с безопасностью. А значит, в вопросе нужно разбираться. Начнем по порядку. Существует несколько видов подвесок. Как правило, бюджетные автомобили оснащены обычной, недорогой и надежной, которая состоит только из стойки и пружины. Она хорошо выдерживает большие нагрузки, но ее функциональные возможности ограничены. Для более дорогих авто предлагаются пневматические подвески. Их несколько модификаций, но принцип действия один. Пневматическая подвеска отличается от обычной подвески тем, что вместо пружин, которые использует обычная стандартная подвеска, используется воздух. То есть так называемая пневмопружина. Кроме того, присутствуют такие вещи, как компрессор, ресивер, которые обеспечивают работу, собственно, самой подвески. В зависимости от колебаний подвески, в пневмобаллон накачивается больше или меньше воздуха. Что, собственно, и определяет высоту подвески и жесткость амортизаторов. Автомобиль с пневматической подвеской в среднем на 100 тысяч дороже, чем автомобиль с обычной. Да, пневматика – вещь недешевая. Но какие преимущества она дает? Это вариант два в одном. На некоторых авто она работает в паре с компьютером, изменяя жесткость во время движения без участия водителя. Она также увеличивает клиренс автомобиля, что дает ему дополнительные преимущества в условиях бездорожья. Сегодня время универсальности. Бренды предлагают разные варианты подвесок к разным моделям. Самое главное – выбрать ту, которая подходит вам и по деньгам, и по функциональности. Сегодня большинство машин оборудовано климат-контролем или кондиционером. Зимой мы им, конечно, не пользуемся, а вот летом без него никуда. От него во многом зависит самочувствие водителя. И это уже не только вопрос комфорта, но и безопасности. Кондиционер – очень сложное и дорогое устройство. Как сказывается такой длинный перерыв в его работоспособности? Может быть, в зимнее время он нуждается в дополнительном сервисном обслуживании? Если система кондиционирования исправна, то в зимнее время нет необходимости проводить техническое обслуживание. Итак, зимой по этому поводу обращаться в сервис ни к чему. И тем не менее, если вы хотите встретить лето с исправным кондиционером, то лучше всё-таки поддерживать его в рабочем состоянии. Для этого достаточно один раз в два месяца включать его хотя бы на 10 минут, чтобы заработал компрессор, муфта, ремни и другие важные детали. Такая зарядка значительно продлевает срок службы. Профилактику можно совместить с мойкой, после которой зимой часто запотевают стёкла. А кондиционер эту проблему легко решает. Работая, он поглощает всю лишнюю влагу в автомобиле. Ну а что делать тем, у кого автомобиль оборудован климат-контролем? Это система, которая удерживает заданную температуру внутри салона, независимо от того, что творится за бортом. Управляет всем компьютер. Как только температура поднимается выше заданной, кондиционер включится автоматически. То есть он постоянно находится в работе. Сегодня всё больше автолюбителей предпочитают климат-контроль. Он, конечно, дороже, но и намного совершеннее. С ним о профилактике можно не беспокоиться. Климат-контроль всё делает сам.